Добрый день! С вами я, Александр Польченко и программа «Земля моя родная». Сегодня мы находимся в селе Правда Первомайского района, в СВК Правда. У нас девиз «Рабочий подчиняется бесприкосновно руководителю, руководитель выполняет все, что надо для рабочего». Валерий Иванович Хаситошвилю, председатель СПК Правда, больше 30 лет проработал учителем, мастер спорта по вольной борьбе в селе Правда воспитывал с ребят будущих чемпионов. А в 1996 году учители и ученики решили заняться сельским хозяйством. И вот в 2000 году объединились в одну команду. Так и возник СПК Грузия, который на сегодняшний день называется, как и их родное село, Правда. У нас ни одного дня не было просрочки по налогам за должность, ни одного дня не было просрочки по выплате заработной платы. Это сельское хозяйство. А здесь много климатических условий. Засуха, воды нет. И не выращиваем столько, чтобы продать и достойно заплатить рабочим. Практически в сельском хозяйстве занимаемся, ну, все занимаемся. Свиноводство, крупнорогатый скот, овощеводство, значит, зерновые культуры, масляничные культуры. Я раньше занимал под животноводством, к примеру, земли, ну, 200-300 гектар, а сейчас мне нужно в 10 раз больше, потому что не поливается и растения, а корма нужны. Дожди выручили нас, но вот сейчас под яровые культуры находятся в критической ситуации. Даже берем Симферопольский район и Красногвардейский район. От 500 до 700 у них миллиметров выпадает осадка, а у нас средние – 350, средние. Валерий Хааси Ташвили создал коллектив единомышленников, готовых преодолеть любые трудности, потому в хозяйстве всегда высокие показатели. На данный момент у нас сейчас поголовье 780 голов, 350 дойного стада. Нам нужно на наше поголовье 3000 сенажа, 2500 силоса, где-то 1200 соломы. Доярочки у нас, мы стараемся им не обижать зарплаты, премиями. Ферма – это как мартиновская печь, это беспрерывный процесс. Это галштенизированная красностепная, там, с датской. Это, получается, порода, которая отличается жирномолочностью, ну и высокой продуктивностью молока. Надой у нас сейчас на данный момент 14,5 на коровку. Ну, есть такие коровки, что и больше, ну, 14,5 – это у нас получается в общем. А если у нас группы такие, что по 35-40 литров у нас группы дают на коровку. Мы дуем 5 тонн молока в день, значит, ну, планы у нас большие. У нас сейчас много телок стильных, я думаю, к осени мы придем к 7-8 тоннам молока. В том отделении вы видели маленьких телят, они народились сегодня ночью, это им, ну, еще даже нет суток. Мы поем соски, в день мы даем по 5-6 литров молока им в сутки. Теляток мы кормим, в общем-то, в основном до трех месяцев, они у нас едят сено и фураж. Фураж мы готовим здесь, в кормоцеху. Желательно, нам бы хотелось, чтобы у нас молоко с ценами не прыгало. Это должно быть стабильная цена на молоко. Рублей 25 стоило литра молока. Тогда мы еще можем выживать. У нас руководитель, он, наверное, больше как психолог работает, понимаете? И он, каждого человека, каждого руководителя знает свою психологию. Он говорит, вот я вас воспитывал какое-то время, а сейчас вы уже руководитель, каждый на своем участке. Нам очень повезло с руководителем, потому что руководитель должен быть мудрым, честным, добрым. Ну, я думаю, эти все качества Валерия Ивановича есть. Все у нас есть для того, чтобы мы занимались овощеводством, но для этого, вы сами знаете, нужна вода. Вроде бы нам дали пока добро. Мы официально стараемся для овощеводства и для выращивания, значит, кормов. Ну, пока бурим. Хотя это для сельского хозяйства в Крыму мало. В том году мы вырастили 6 тысяч тонн овощей. Видели и теплицы, и все, и сады. Это все нам никто не помогал. Все мы своими руками это все создавали. Сельскохозяйственный кооператив «Правда» хозяйство многоотрасливое. И здесь работой заняты не только жители села «Правда», но и жители окрестных сел. Комплекс территорий теплиц, где выращиваем мы клубнику три сорта. Альбион, клерей и монтерей. В основном для тепличных хозяйств это самый идеальный сорт клубники. Все лето до самых холодов мы снимаем урожай. Я занимаюсь коммерцией в этой организации с 98-го года, как закончил университет. Работаем, продаем, реализуем то, что наши агрономы выращивают. Мы собрали вот три урожая. С трех урожая мы собрали уже 2,5 тонны клубники. Для Крыма, для нашего региона это нормально. То есть по месту, здесь магазины, то есть район. И сам Симферополь это пока хватает. 10-15 дней и мы выйдем уже на открытый грунт. Там уже идут другие сорта, там уже нужно настраиваться на большой опт. Как раз вот этот опт мы и хотим в этом году поработать именно с Россией, с материком. Здесь находится 9 гектар клубники. Сорт ханей. Она одноразовая, но дает очень большой урожай, очень транспортабельная. Урожайность клубники мы определяем очень просто. Берем один кустик, считаем ягоды и соцветия. На гектаре у нас находится 40 тысяч кустов. И умножаем вот этот, примерно этот вес на 40 тысяч кустов плюс-минус 10%. Первый сбор мы ожидаем, наверное, в конце мая. Хотя в прошлом году мы 14 мая уже начали собирать клубнику. На уборку увозим мы сами, своими же автобусами. Работает больше 100 человек на уборке клубники работает. В день самый больший человек собирал 150 килограмм. Мы вообще выращивали от 30 до 16 тысяч тонн овощей. Проблема, конечно, первая – это паром. Для сельского хозяйства, я думаю, нужно выделить несколько отдельно, чтобы паром работал. Потому что овощи стоять на границе не могут. Их надо реализовывать, продавать. Каждый год хозяйство поставляет на стол крымчан столовый виноград и свежие крымские яблоки, которые под крымским солнцем имеют необыкновенный вкус и аромат. Кто бы ни приезжал сюда, москвичи, ленинградцы, кто бы в Красноярске, оно пахнет яблоко, его в машину положи, машина вся яблоко. А польское яблоко, ну это просто консервант. Мы не крупные садоводы, и мы не можем этим гордиться, что мы такие. Но все равно от полторы до двух тысяч тонн мы яблок выращиваем. Современные технологии, опытные специалисты – это залог хороших результатов в СПК «Правда». Здесь преобладают сорта у нас «Голден Делишин», «Семеренко», «Айдерет». Процентов 80-85 закладываем на зимовку, а остальные проценты 15 мы стараемся реализовать. Видите, что почки некоторые подмерзли, некоторые спящие почки уже просыпаются, начинают просыпаться. Сейчас мы находимся на винограднике, 24 гектара площадью. Винограду около 7 лет. Преобладают здесь сорта у нас лора, аркадия, киш-миш, восторг и кадрянка. Виноград у нас перезимовал на процентов 80-90 хорошо. Прекрасно оборудованная свиноферма, в которой придерживается всех санитарных норм. Мы увидели маточное отделение, где находится 50 свиноматок с маленькими поросятками. Свиномодство мы держим, в пределах 2-3 тысяч мы всегда держим, больше мы не держим. У нас не туровые опоросы, а, скажем, постоянные. У нас каждый месяц в среднем поросится около 30 свиноматок. У нас есть породы такие, как крупная белая, ландрас. Получаем свою породу гибридов F1. С них стараемся получить хорошее потомство. Затем они переходят в группу от корма. Ну, стараемся где-то в пределах полугода получить 100 килограмм живого веса. Село полностью содержим, полностью содержим. Вы видите, какой порядок, везде все. Люди изменились очень. Отношение людей к селу. Мы сегодня находимся в селе Правда Первомайского района. Не в каждом городе есть фонтаны. Я могу похвастаться, что наши люди это сделали. Вы посмотрите, нигде не видно бумажки. Потому что даже маленький человечек, маленький ребенок, он не пройдет и просто так не выбросит. Он пойдет, найдет урну и выбросит урну. Когда впервые попадаешь в село Правда, не сразу понимаешь, что это далекая периферийная деревня. Увидев идеально чистые улицы, складывается впечатление, что их моют по несколько раз на день. Фонтаны и кломбы, детские площадки, магазины и даже качели для взрослых. Ну, как таким селом не гордиться? Правда, много качель. Да. Да, ну, оно красивее село. В селах сейчас до 100 человек детей. Да, в селах. А в нашем селе уже больше 400 человек. Мы этим гордимся. Детская спортивная работает, хорошо работает. Два тренера работают. В этом направлении все хорошо. Говорила вам, что никто не бросит бумажки. Почему я так говорю? Потому что дети учатся, это у взрослых. А мы это учились у него. Вот от его доброты, от того, что он такой, вот у него доброе, очень доброе сердце. Он на самом деле очень жесткий человек. Но при том, у него очень мягкое доброе сердце. Село не должно стареть. Это девиз руководителя СПК «Правда» Валерия Хаситошвили. И поэтому руководство уделяет много внимания маленьким жителям «Правды». Как зовут вашу воспитательницу? Валерия Хаситошвили. Валерия Хаситошвили. Наш детский сад называется «Солнышко». Сейчас у нас посещает 66 ребят. Все они постоянно, каждый день ходят в детский сад. Им очень нравится. Все родители тоже очень довольны. Большое внимание нам уделяет СПК «Правда». Валерий Иванович заботится очень о детях. Он все усилия, все, что только можно, все для детского сада. Я, когда пойду в первый класс, буду заниматься на борьбу ходить. Мой брат ходил на борьбу, занимался там. Кто в этом году пойдет в школу? Я. Да? А вы уже читать, писать умеете? Я прописные буквы учу. Сейчас Россия выделяет огромные деньги. Наш район выделено было 280 миллионов на социальное развитие района. Это мой второй дом. Потому что на работу иду, действительно, как на праздник. Вот приятно сейчас работать команда. Команда вся работает. И я думаю, люди это все оценивают. И я думаю, люди это все оценивают. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»